Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу рассказать о советском летчике, который является мировым рекордсменом по сбитым самолетам по сей день. Поговорим мы о Сутягине Николае Васильевиче, родился наш герой в Нижегородской области в 1923 году. Накануне войны был призван в Красную армию, имея за плечами Горьковский авиаклуб. Далее был отправлен в Черниговскую военную авиашколу, а затем на Дальний Восток, где рубежам нашей Родины угрожала японская угроза. Летал Николай Васильевич на истребителя И-16 и только в 1944 году был переучен на Як. На фронт Великой Отечественной войны так и не попал, хотя просился. А вот во Второй мировой войне поучаствовал, совершив 13 боевых вылетов в августе 1945 года в войне с Японией, за что получил свою первую награду Орден Красной Звезды. В 1950 году наш герой осваивал новые реактивные самолеты Як-17 и МиГ-15. В это же время поучаствовал в драке и получил выговор. А тем временем начинается Корейская война между Севером и Югом, которые были образованы по итогу Второй мировой войны в 1945 году. Естественно, Южан поддерживает контингент ООН в виде США, а вот за север приходится впрягаться Советскому Союзу и Китаю. При этом нашим летчикам нельзя было показывать вмешательство Советского Союза в этот конфликт. Отсюда корейская символика на наших машинах. Базировались они вовсе в Китае, отсюда и форма была китайская. Вторгаться в воздушное пространство противника также было нельзя, дабы не попасть в плен. Да что там говорить, было необходимо подавать команды на корейском языке. Не сложилось, говорили всегда по-русски. И американцы эти переговоры записывали, но вот доказательством вмешательства Советского Союза в войну они не были. А в это время в Корею США отправляют свой новый истребитель Ф-86 Сайбер, который был схож по параметрам с нашими Мигами. Но вот более легкий вес последнего давал свои преимущества в скорости подъема и на вертикали. А вот в горизонталях наша машина несколько проигрывала. Что касается вооружения, у нас было три пушки, которые били с гораздо большего расстояния, нежели шесть пулеметов на американском самолете. 19 июня 1951 года Сутягин накрывает счет советским победам под корейскими знаменами. Первая сабля, а именно так переводится Сайбер, была сбита. А 29 июня на счету Николая Васильевича уже пять Сайберов. За это летчика наградили. Нет, звезду не дали. Партийное взыскание отменили за драку. Героем Сутягин станет только в октябре этого года, ведь счет его победам только рос. Ведь современных Ф-86 на его счету будет аж 15 единиц. Причем его жертвой станет Глен Тодд Истил, который сбил еще 18 самолетов в ходе Второй мировой войны и стал асом. В Корее сбил еще два самолета и был сбит сам. Так оборвалась жизнь подававшего надежды американского летчика. Последние победы в Корее на счету Сутягина приходится на январь 1952 года. Одну победу американцы не подтвердили, два других летчика пропали без вести. Но неподтверждение со стороны США не означает, что этого не было. Мы же не рылись в их документах, как, например, в архивах Люфтваффе. И не знаем, где и как могли пройти эти потери. А к ним Соединенные Штаты чувствительны и ретушировать их умеют. Всего же неподтверждение со стороны США 6. Кроме Сайбель были биты еще F-80 и F-84. А всего наш герой совершил 149 боевых вылетов, в ходе которых сбил 22 реактивных самолета противника. И этот рекорд держится по сей день. При этом сам всегда возвращался на аэродром без подбития и царапин. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok